Всем привет, друзья! С вами Катерина Сихам. Сегодняшняя тема видеоблога о бурке, которую носят в регионе Персидского залива. Сразу скажу, что думала, что этот видеоблог я сделал очень быстро, но провела контент-анализ статей на английском и на арабском и пришла к выводу, что нет достоверной информации о том, что такое бурка, откуда она взялась, с какого региона и для чего конкретно она использовалась. Перечислю страны, где бурку ещё носят, потому что на самом деле это такой исчезающий вид, который очень скоро вы на улицах не увидите. Из стран Персидского залива её ещё носят в Бахрэне, в Омане, в Эмиратах. В Катаре, в Кувейте, я узнавала, её не носят. Исключение, конечно же, выходцы из других стран. Также в Саудовской Аравии заменила бурка чёрная. Должна отметить то, что такие бурки носят в основном пожилые женщины, то есть люди старшего поколения. Единственное исключение – это Катар, где, по словам очевидцев, опять-таки, бурки носят также молодые девушки. Это, наверное, единственная страна Персидского залива, где ещё бурка распространена. Значит, нет одного названия для этого предмета гардероба, которое было бы использовано во всех абсолютно регионах. То есть я нашла следующие названия. Это Накба, Батуля, Барка и Макран. Очень большая вероятность, что бурка пришла в регион из Ирана, из провинции Хармазган, где находятся такие города, как Бандарабас, Линга и другие порты. То есть как раз с южных провинций Ирана. Основные источники утверждают, что бурка появилась примерно в конце XIX века. Опять же, то, что она пришла с южных провинций Ирана, объясняет то, что её нет в Кувейте и на севере Саудовской Аравии, на побережье Персидского залива. То есть она больше на юге распространена. Если мы учитываем, что бурка пришла из южных провинций Ирана, и, например, в Бахрине её носили и носят жительницы, которые во втором-третьем поколении иранки, то, опять-таки, это оседлые жители, а не бедуины. То есть люди, которые занимались торговлей, рыбачеством. Условно можно выделить три функции бурки. Это первая утилитарная, то есть защита от солнца, от пыли, потому что ни очков, никаких-то в одномарливых повязок не было. То есть закрывались от солнца и от песка. Вторая — это культовая, обереговая. То есть есть мнение о том, что это остатки поклонения соколиноголовому богу, когда мы надеваем вот такой у нас получается соколиный профиль. Хотя есть также версии, которые это опровергают, говоря о том, что это всё притянуто за уши, мол, эмиратцы хотят это как-то привязать к своей истории, хотя на самом деле это всё пришло из-за рана. Но мы не можем однозначно утверждать обратное. Третья функция — это маскировочная. То есть вроде бы как есть легенда о том, что мужчины и женщины надевали такие повязки, чтобы выглядеть одинаково. И если вы так наденете, посмотрите, то эта бурка очень имитирует вид усов. То есть такой а-ля Якубович. И вроде бы как женщины надевали такие бурки, чтобы походить на мужчин. Ну хотя эта версия, мне кажется, очень такой неправдоподобной, но она имеет место быть. Теперь информация о том, когда девушки начинали носить эту бурку. В основном при достижении половозрелого возраста. Конечно же, современные девушки не хотят носить такие бурки. Я, например, вспоминаю свой визит в дом одной Аманки моей подруги. Ее зовут Сафа. Когда мы с ее сестрами и кузинами сидели за столом на женской половине, пришла вот ее мама или бабушка, я не помню. И она была в бурке. И на что я спросила Сафа, почему ты не носишь бурку, и никто из твоих сестер. А она сказала, что мы считаем, что это уродливо, мы не хотим носить эту бурку. То есть мы не закрываем лицо. Это только пережитки прошлого и носят в основном только бабушки. Вариант иранского названия бурки это рубант, никабе и чешбант. Особенно мне нравятся, конечно, иранские бурки. Красные они смотрятся очень нарядно. К слову сказать, что бурка в основном, эта лицевая маска в основном была черного цвета. И золотые вот такие вот используются для каких-то мероприятий. И с тех пор осталась вот такая традиция делать их золотыми, какими-то блестящими, чтобы они выглядели нарядно, да, вот как будто они золото. Хотя на самом деле, я вам покажу ближе, они сделаны из ткани специальной, то есть проклеенной, клеенка. Ткань натирается специальной краской. Краска в виде порошка. Я не знаю, почему до сих пор не придумали что-то более практичное, потому что она ужасно красит все. То есть видите, вот такой вот синий цвет. Вот у меня пальцы уже покрашены. Она очень сильно оставляет следы на лице, на носу полностью, особенно если вспотеть. Поэтому, конечно, такие варианты использовали только на праздник, чтобы один раз красиво надеть, поблестеть и все. А в буту для повседневной носки, конечно же, использовали обычный материал, черные бурки, либо что-то более простого. Есть у меня еще, покажу вам вот такая бурка. Она примерно идентичного материала, просто краска, которую натерли, имеет вот такой вот оттенок. А как правильно носить бурку? Многие, конечно, надевают вот так, повыше. Так она смотрится симпатичнее немножко. Но на самом деле правильно ее носить на бровях. То есть вы надеваете на брови. А бурка должна закрывать верхнюю губу. То есть создается такой четкий эффект усов. Вот она так повязывается. Сильно ее прикладывать не буду, потому что я потом просто не отмоюсь. Существует еще мода на бурки. Как видите, вот эти очень маленькие бурки. Раньше были более крупные. То есть даже вот в Амане мне нравятся такие вот. Они немножко выпирают здесь на лбу, даже чуть выше лба идут. То есть я очень хочу раздобыть такие. Но так как они уже не в моде, их практически нигде нет. Может быть где-нибудь в музеях. Но в свободной продаже я их найти не могу. Еще очень хочу раздобыть традиционную иранскую маску красного цвета. Мне они кажутся очень практичными и в то же время нарядными. Так что если кто-то знает, где можно купить настоящую иранскую маску, напишите мне в комментариях. С удовольствием приобрету. Ну и конечно, как вы понимаете, маска она не носится на простоволосую голову. Разумеется, должен быть платок. И сверху платка надевается батуля, завязывается, да. И сверху может быть еще один платок даже. Поэтому, то есть такие вот варианты, когда у вас распущенные волосы и маска батуля, это более такой шоу-вариант для фотосессий, но никак не традиционный. А посмотрите на мои пальцы, это только за краешек подержалось. Друзья, спасибо всем, кто смотрел до конца мой видеоблог. Следующие два выпуска моего видеоблога я посвящу походу на местный рынок в Дубае и покупке платьев для халиджи традиционных. И также один выпуск будет о музеях, где я покажу вам старинные маски. Так что следите за обновлениями. Энта, 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 Энта.